Условия для карантина и карантин. Две разные вещи. Условия формальные и неформальные. Еще две разные вещи. Неформальные условия – это когда у вас распространяется болезнь, когда вы не можете ее контролировать, когда есть угроза массовой гибели людей. Именно гибели, большое количество заболеваний, развала медицинской системы и прочее, прочее. Есть ли у нас сегодня эти обстоятельства? Да, есть. Исчезнут ли они через месяц? Нет, не исчезнут. Исчезнут ли они до конца мая? Нет, не исчезнут. По всем абсолютно обстоятельствам. Они, возможно, уменьшатся и, возможно, даже отступят в летние месяцы. И то совсем не гарантированно. Поскольку вот поведение вируса летом, ну как бы у всех странах было снижение прошлым летом. Но прошлым летом еще не было такого пика. Вот сейчас сможет ли Украина летом ожидать на передышку? Не уверен. Следующей осенью снова будут все условия для того, чтобы в Украине были карантинные условия. Это неофициально. Это то, что есть. То есть, когда у вас разваливается медицинская система и вы не можете спасать людей, у вас единственный способ – вводить локдаун. Это есть. Поскольку мы не проводим вакцинации, значит, мы должны проводить локдауны. Теперь официальная составляющая. Понятно, что полгода, год или полтора года держать Украину на локдауне, следующие полтора года, власть не сможет, поскольку люди просто не выживут. Страна развалится. Начнется, ну, гражданская война начнется просто. То, о чем я считала Россия, может стать реальностью. Что в таком случае нужно делать? В таком случае просто нужно в то время, когда начинается реальное небольшое снижение, а любые карантинные меры, даже самые глупые, самые тупые, самые половинчатые, когда вы их вводите, ну, как бы рост заболеваемости как бы прекращается. Она как бы стабилизируется. Вот то, что сейчас мы выходим на плато – это как бы небольшое счастье. Это только признак того, что, ну, карантин объявлен, ограничения есть, они действуют. Мы вышли на плато, у нас нет снижения, у нас нет резкого падения. Падение происходит в тех странах, которые проводят вакцинацию. Вот в Британии был пик, и вдруг пик обвалился, и пошел круто в пике вниз. И все, у них уже исчерпывается карантин, скоро его завершат. В Израиле то же самое. Фактически на, ну, не таком остром пике, но как бы заукругленном пике, массовой вакцинации и круто пишет в пике. У нас для этого нет никаких обстоятельств, которые к этому приведут. У нас нет вакцинирования. Все, точка. Единственное, что может быть, это вот нас ограничили в возможностях, при движении, контакте, прочее. И это как бы немножко замедляется. В этот момент резко сокращаем количество тестов. Более жестко смотрим, чтобы не прорывалась статистика о больных, которые умерли от похожих признаков болезни, но не были до этого протестированы, чтобы не было посмертного уставления диагноза, чтобы у нас и дальше коронавирус был как бы 400, ну, будет 500 где-то у нас держаться, официальная статистика, 500 умерших за сутки, как бы, чтобы не больше, чтобы не было 1000 и 2000, 1000 ведь у нас реально сегодня каждый день умирает от коронавируса, просто их не диагностирует никто, потому что у нас, вы посмотрите, вот недавно была статистика по Киеву, я помню, по заболевших, попавших в больницу, то есть 570, по-моему, с признаками коронавируса, но такими, которые недодиагностированы, как коронавирусные больные, и 70 с диагнозом коронавирус. Вот в соответствии цифр, умершие от непонятно от чего, получившегося вспышки пневмоний, как бы недиагностированных как коронавирус, как ковид, у нас тоже сейчас сохраняется. То есть мы перестаем давать более-менее даже половинчатую статистику, которую подаем сейчас. Вот показываем спад, вот умерло у нас реально 1000, мы показываем 300. Это возможно, сейчас два раза занижаем, будут занижать в 3. У нас заболевает сейчас определенное число, мы показываем, заболело 6-7 тысяч. Сменилась ли ситуация в стране аж настолько? Да нет, только немножко улучшилось, но мы выводим как бы страну с карантина. Три месяца стране даем возможность раскочегарить новую вспышку болезни, после этого как бы объявляем новый акдаун. И так будет продолжаться год, два, три, десять, двадцать, до вымирания всего населения Украины. Извините за вот такой черный вариант, но других вариантов не может быть. Так было, когда была чума, когда была виспа. Так именно и было. Они охватывали огромное число населения, одних убивали, других калечили, отходили, снова наваливались. Умирали целые страны, вымирали. По три четверти населения стран вымирало. До тех пор это продолжалось, пока не нашли вакцины. Все. Точка. Вариантов нет. Вакцина, вакцина и еще раз вакцина. Страна, власть которой отказывается вакцинировать свое население в виде массовой, планомерной вакцинации, она пререкает нас на Средневековье. Вот Средневековое развитие эпидемии. Вот это у нас нужно готовиться. Более того, у нас начался полигон уже. На самом деле. Речь в том, что уже замечено появление уже как бы еще не украинского штамма, но модификаций, украинских модификаций британского штамма. Это о многом говорит. Это значит, что очень скоро у нас может появиться свой украинский штамм, который в условиях изоляции страны от цивилизованного мира, от нас будут отгораживаться, будет развиваться и мутировать по непонятным направлениям. Мы уже сейчас видим, что, скажем, южноафриканский штамм, вакцина Астразенека к нему очень низкоэффективна. А, скажем, к британскому, как бы все нормально. Вот может оказаться ситуация, когда существующие во всем мире вакцины, которые мир себя спасает, в Украине просто и не будут действовать. У нас может появиться абсолютно новый штамм, а никто не будет готовить для Украины вакцины. Просто никто, потому что Украина будет изолированная. Это возможно? К сожалению, это возможно. Что можно против этого сделать? Но только один вариант единственный. Это массовые усиленные вакцинирования. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно, наконец-то, перестать воровать. Пункт первый. И пункт второй. Все то, что вы не украдете, бросить на борьбу с коронавирусом. Два направления, даже три направления. Первое направление – это вакцины. Второе направление – это симптоматическое лечение уже заболевших. Там есть довольно много вариантов, что делать. Вот недавно профессор Ивасюк, выступая на одном из телеканалов, еще добавил один момент, который указывается у нас блокирует умышленно. Это плазма крови от больных, переболевших коронавирусом. Есть такой вариант. Она у нас сохраняется. Ее уже у нас много. Но по ней есть так называемый карантин спида. Он почему-то полгода. Это вымышленное время. На самом деле карантин плазмы крови достаточно три месяца по этим параметрам. И вот если бы было три месяца, мы бы уже сейчас могли бы очень сильно… Это не лечение кардинальное, это не спасение, но это облегчение болезни с критического до среднего уровня. То есть это выжимаемость, по сути, в больнице на 100%. Это люди, которые все выживут, никто не умрет, если запустить это направление. Минздрав блокирует это направление снижения карантинного периода для плазмы с 6 до 3 месяцев, потому что там есть интерес нескольких наших компаний. Вот вам история просто, о чем идет речь. Вот эти вещи – это второе направление. Это симптоматическое лечение. И третье направление – это сейчас уже становиться в очередь. Сейчас уже начинать сотрудничать с компаниями, со странами, которые работают над разработкой кардинальных лекарств по лечению коронавируса. Уже есть. Начинаются первые испытания. Уже есть перспектива. Пока что неизвестно, помогут ли эти или нет, но есть перспектива, что будут лекарства, которыми мы будем лечиться, уже заболев коронавирусом, как лечимся сегодня от гриппа. Антивирусные лекарства будут антикоронавирусные. Будут. Так или иначе будут. Без этого не бывает. Но первый год они будут в дефиците. И если Украина сейчас не начнет работать по этому третьему направлению и вкладывать деньги в том числе, то мы тоже не получим и их. Это еще год смерти в Украине.